Всем привет! Я вас приветствую на канале Секрет жизни на даче. Сегодня мы будем готовить плов. Вот у нас мясо свинины жарится приблизительно 400 грамм. Большая луковица и большая морковка, потертая на терке для морковки по-корейски. Можно порезать миленькой соломочкой, но мне удобно я тру на терке. И рис. Рис я беру круглозерный. Пачка у меня закончилась. Нет, не покажу. Закончилась пачка. Рис беру простой круглозерный. Три вот таких мультистакана на это количество мяса. И также три головки чеснока и подсолнечное масло. Начинаем с того, что мясо обжариваем. Вот оно уже почти обжарилось. Сейчас оно дожарится. Немножечко подрумянится. И будем дальше закладывать сюда морковку. Мясо наше пожарилось. Вот оно, золотистое. Теперь я добавляю морковку с луком. И также это все дело обжариваю. Но здесь уже я не обжариваю, а пассерую. Выкладываю весь лук с морковкой. И закрываю крышечкой. Здесь морковка с луком томится, пропаривается. Немножечко подрумянивается лук. Прям капельку-капельку. Даже не то, что подрумянивается, а становится прозрачным лук. Будем добавлять рис. Но сейчас дальше все покажу. Вот смотрите, лук стал прозрачным. Морковка дала сок и стала мягкой. Теперь я буду высыпать. Вот в эту нашу смесь подготовлено рис. Рис я высыпаю. И пока не наливаю воды. Рис сейчас в себя впитает масло. Немножко он постоит, не пожарится, а постоит, напитается маслом. Морковкой, луком, мясом, соком. И потом только, после того, как он пропитается, я залью воды. Вот смотрите, рис пропитался маслом. Он стал уже не белый, а стал прозрачный. Вот видно. Теперь я выливаю воду. Так как я готовлю не первый раз, я знаю, что вот в этой миске у меня 6 мультистаканов воды. Я беру 3 мультистакана риса. И на каждый мультистакан риса я беру по мультистакану воды. То есть на каждый стаканчик по 2 стаканчика воды. Вот здесь 3 стаканчика риса, 6 стаканчиков воды. Солю. Соль у меня обычная, крупная. Я не люблю мелкую соль, потому что в ней есть антислеживающийся компонент. И мне кажется, что такая соль горчит. Все, посолила. Опять же, так как я готовлю постоянно плов, я знаю, сколько нужно соль. Не на мои пропорции. Если я соль меняю, покупаю другую, она бывает, что или более соленая, или менее соленая, я тогда пробую уже. И дальше, вот я залила, и дальше я кладу чесночок. Вот 3. Они предварительно очищенные, помытые. Вот я заложила 3 головки чеснока. Теперь это дело накрываю крышкой. Ой, неудобно. И мой плов томится. Убавляю газ. У меня газ. Убавляю газ. На маленький, на средний огонек. Вот покажу. То есть вот большой. Вот я убавляю на средний огонь. И оставляю плов томиться минут на 10. Буду потом, после этого времени, периодически буду помешивать. Вот он наш плов на стадии полуготовности. Вот рис разваривается. Все напитывается ароматами. Уже пахнет чесноком. Сейчас я немножечко его помешала, чтобы он не пригорал. Не начал пригорать ко дну. Ну, а дальше покажу, как будет выглядеть наше блюдо. Вот и все. Плов наш приготовился. Вот рис, он не склеенный. Здесь сейчас горячий, он плохо видно. Чуть-чуть подостынет, потом в тарелке. Я единственное, не сниму, уже сделаю фотографию. Рис, он не склеенный. Он весь рассыпчатый. То есть, вот он весь рассыпается, разваливается. Очень вкусно, очень ароматно. Всем приятного аппетита! Спасибо за внимание! Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока!